12 мая в мире отмечают День медсестры. По большему счету, не так важно, как звучит название профессии, а гораздо важнее то, что несет она в себе. Всемирный день медицинской сестры отмечается в день рождения Флоренс Найтингелл, знаменитой английской медсестре, создавшей первую в истории организацию сестер милосердия. Во время Крымской войны в 1853 по 1856 годов она ежедневно спасала десятки и сотни жизней. В число медсестер тогда входили не только англичанки, но и русские монахини, добровольно отправлявшиеся на службу. Кто, кроме медицинской сестры, может оказать первую помощь пациентам, будь то в стационаре, будь то это в поликлинических условиях амбулаторных, либо на улице, либо в домашних условиях, это только медицинская сестра. В Амурском районе работают 255 медицинских сестер, из которых 83 человека имеют высшую категорию, 4 человека вторую и 22 человека имеют первую категорию. С 2018 года Амурская больница вступила в новую программу НМО – непрерывное медицинское образование. Все медсестры в этой программе уже зарегистрированы, из которых 10 человек, которые пришли после колледжей, уже аккредитованы. Как многим известно, что получить медицинское образование можно по целевому направлению на бюджетной основе. Так, от Амурской центральной районной больницы обучаются 6 человек, и в следующем году сюда придут работать 4 студента. Идет у нас больше профилактическая направленность, поэтому вся работа, которая связана с профилактикой, это и диспансеризация населения, и сейчас у нас большая нагрузка пошла, связанная с прививками, с вакцинацией. И в основном эта работа, она лежит на медицинских сестрах. То есть врачи у нас ведут приемы, занимаются лечебными, да, вот этими всякими вопросами, диагностикой. А сестры, как вспомогательное звено, уже выполняют всю остальную работу. Путь медика очень непрост. В этой профессии надо постоянно обучаться, повышать свои знания и умения. А главное, иметь большое желание помогать людям и приходить на помощь в любой ситуации. Я закончила медицинское училище в 93-м году. Затем я пошла работать в гинекологическое отделение медицинской сестрой. Потом меня перевели медицинской сестрой в операционный блок. В операционном блоке в 2002 году я поступила в медицинский университет на факультет управления сестринской деятельностью. Закончила. Потом я поступила в интернатуру, закончила интернатуру и уже пришла старшей сестрой в операционное отделение. Проработала 7 лет старшей сестрой в операционном отделении. И затем назначили в 2015 году на должность главной медицинской сестры. Профессия медика – одна из самых древних и самых нужных. Это не просто профессия, это миссия. Это люди, которые несколько десятков лет трудятся в Амурской поликлинике. Я из города Биробиджана, и у нас в Биробиджане мед, мед, пед и культ просвет. И я очень почему-то захотела поступить в медучилище. Поступила сразу, и вот работаю здесь 50 лет. Нет, не только здесь. Я приехала сюда, с севера там отработала, а здесь уже я 35 лет здесь. Именно в Амурской поликлинике? В Амурской поликлинике. Так, общий стаж у меня 50 лет. Я закончила училище в 1975 году. Сначала работала фельдшером в Хабаровске, в травматологическом пункте. А потом переехала сюда, в Амурск. Вот всю оставшуюся жизнь я работаю здесь. Мы сидим на приеме. Половина, значит, и вторую половину у нас пациенты же есть престарелые, инвалиды. Мы их посещаем на дому, колем инъекции. Марина Румянцева в этом году заканчивает Комсомольский медицинский колледж и на сегодняшний день проходит преддипломную практику в поликлинике Амурска. Какими навыками должен обладать человек, который хочет посвятить свою жизнь в медицине, с нами поделилась Марина. Для начала не бояться. Идти, например, если боишься, ей нужно идти туда, куда боишься, и все у тебя получится. Во-вторых, это, наверное, после школы, это знать хорошо биологию, не бояться, естественно, крови, потому что медсестры – это работа, в определенный момент, какой-то момент, работа с кровью. Не бояться крови, ну, переосилить себя и идти только вперед. У них будет медработник в семье, они думают, что если я медсестра, то это все, я буду знать все, ну, придется, так как сказать. Ну, конечно, все довольны, все рады, все, у нас свой доктор, как они говорят. Сдержанность и терпеливость – вот основа медицинской профессии. На этих качествах держится вся медицина. Все без исключения медицинские специалисты должны владеть знаниями и навыками ухода за больными. Ведь пациентам иногда так важны не таблетки, розданные хладнокровной рукой, и не градусник под мышкой в назначенное время, а теплый взгляд, доброе слово и душевный разговор. Хочу всех поздравить, весь свой персонал, всех своих медицинских сестер, с праздником, терпением, трудолюбия, исполнением всех желаний. Ну и вообще огромное им спасибо за то, что они у меня есть, за их труд, низкий им поклон. Вы не только помогаете, исцеляете физически, но и являетесь источником водушевления, поддержки, надежды для людей, которые потеряли уже смысл жизни в трудные минуты. Искренне желаю вам здоровья, крепкого здоровья, благополучия, терпения, материального благополучия, ну и благодарных пациентов, конечно же. Своим коллегам, чтобы они никогда не разочаровывались в своей выбранной профессии, чтобы они душой, как сказать, чтобы душа у них лежала к своей выбранной профессии, чтобы здоровья всем, самое главное, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, все остальное будет. Я хочу всех медиков, в том числе медсестер, поздравить с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, ну и семейного счастья и благополучия. Я поздравляю всех медицинских сестер, не только поликлиники, но и всех подразделений нашей Амурской районной больницы с профессиональным праздником – Днем медицинской сестры. И прежде всего, конечно, хочется поблагодарить наших сестер, поблагодарить своих коллег за их труд. Благородный, но не такой простой, нелегкий, скажем так, труд.